А вот и дедушка, мы к вам, конечно, пришли. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. И вас так поздравляем. Праздник должен почувствовать каждый. Представители молодежного парламента при Белгородской областной думе приехали к постояльцам Веделевского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В образе сказочных волшебников с подарками и теплыми словами. Бабушки в этой комнате в основном лежачие. Бабушка Коль, не надо плакать, надо радоваться. С наступающим вас. Здоровья вам. Ждет меня домой, ждет печальница. Спасибо, брат Месел. А вы, наверное, всю жизнь упередете, да? А эти бабушки и дедушки даже не думают просто доживать свой век. Строят планы, ставят цели на предстоящий год и мечтают. Хочу попасть на поле чудес. На поле чудес? Да, да. К Якубовичу? Ну да, я каждый раз смотрю поле чудес и планирую, и мечтаю. Как вам здесь живется? Живется. Ну, я бы сказала, неплохо. Неплохо нам. Не надо, баба Галя такая, когда и анекдотик колы-то, знаете, там, где прочитаю, где сама придумаю. И так выберем, иногда весело нам. На позитивчике? На позитивчике? Хорошо, да. Нормально. Будем петь, танцевать и подарки дарить, и любимым своим о любви говорить. Вот если бы я был Дед Мороз, я бы сейчас подарок достал из мешка, но мы попросим это сделать настоящее. Вам не желаю всего самого хорошего. А главное... И, конечно же, все ждали сказочное представление, как в далеком детстве с песнями и танцами. Такие молодые и красивые гости в доме престарелых все-таки редкость. Все, все потерял. Неужели упряжку нашу? Не упряжку, мешок с подарками. Свой мешок с подарками Дед Мороз, конечно же, отыскал. Сладостей и фруктов хватило всем. Но для этих стариков самое важное – это внимание и вера, что в Новый год происходят самые настоящие чудеса. Хоть чуть-чуть Новый год уже почувствовался? Конечно, конечно. Так же мы ждали его, и хорошо. Мы еще раз вас поздравляем с наступающим Новым годом. И хотели бы запечатлеть этот момент вместе с вами, совместно с нашим молодежным парламентом, который сегодня приехал. Виктора Палькова, Сергей Щекалов, Белгород-Медиа, Изведевского района. Субтитры создавал DimaTorzok